Многие хотят знать духовную основу жизни, пути спасения, не обретают этого. Раньше была проблема, книг-то не было, вот чего, церквей-то не было, Слово Божье услышать. Сейчас проблема, да наоборот. Пишут, кому и не надо бы писать, кому и нельзя ни в каком случае перо в руки брать, Все стали писаками. Церквей, слава Богу, много. Таких, как я, проповедников, учителей, больше, чем блох на собаке. И учат, кто не поймешь чего, кто во что. Вот вчера сказали, сегодня настоятель подтвердил, у нас в районе один из батюшек, монах, потому что не молоденький, взял и шандарахнул благочинному. Передайте ей, епископ, я патриарха, поминать прекращаю. И заодно метрополит Казанского тоже. В общем, они Бога предали. Это с католиками целуется, тот с мусульманами, все. А что надо делать? По-христиански всех ненавидеть. Он же монах-священник. Он же знает, нужно всех ненавидеть, взять нож и резать направо на лево всех. По-божьему. Это будет по-ивангельски, наверное. Наверное, так он думает. А ведь он не просто, это сам делает. Он же в церкви слушает. Он будет других учить. Он начнет мозги сшибать простодушным. Ну вот. Ну вот. Вот. И мы говорим, не было книг, не было церкви. Теперь и проповедников пруд пруди, и книг всяких написали. И такие есть писатели появились, от которых иногда хочется вопа-волчьи взвыть. И все берутся учить. Все берутся учить. И хоть бы один из них начал бы, как мы начали сегодня с вами, из таких вот барзописцев, с Библии. А написано вот как. Нет. Я учу. Я так считаю. Я так понимаю. Или еще мне недавно один батюшку сказал слова. Говорит, ну батюшку, как вы так говорите? Ведь все святые отцы... Стоп. Я перебил. Говорит, ты что, всех святых отцов перечитал? Ну-ка, напомни мне парочку из них поподробнее. Говорит, отец, ты седой, что ты шарахнул сейчас при всех? Так и святые отцы или кошек, коих мы никогда не читоши. Это что такое? Так святые отцы говорят. А ты их читал? Ты хоть открывал книги? Чтобы от их лица-то прикрывать ими, от себя что напереть? Так вот, мои дорогие, вот беда какая. И действительно, поэтому многие приезжают в церковь вот с духовными вопросами. И с духовными страхами, которые сейчас нагоняют. Разные. Вот вопрос был. Вот листочек и вопрос. Написанный был. Написано так было. Батюшка, если из Москвы на следующий год побежим, успеем еще не провалимся? Вопросов много будет, правда? Значит, кто-то был омут на мозги, что не нынче завтра у себя Москва провалится. А хочется, может, там пожить. Ну, хоть годок. Успеем? Нет. Хотелось бы кого-то завтра у себя провалиться, ну и наполеет. А я-то успел бы. Ну, точнее, день и час провал, ну, зальба. Чтобы за полчаса рвануть. А до этого пожить-то бы маленько хотелось. Начинаешь шевырять, спрашиваешь, кто это? А это вот это вот. Подолоносители. С хвостами и гривами. Проповедники современные. А еще есть проповедники в монастырях женских. Женщины-страдалицы. По памяти не приходится быть. По памяти не получается. Ну, уж если я сейчас в монастыре монахиня, а уж если я игуменья, вот тут я уж оторвусь. Уж всех научу, как жить-то надо правильно. Я в монастыре уже давно. Полгода как целых. У меня и опыт большой. Я год-два как обратился к Богу. Праведная жизнь была. Там разводы, аборты. Ну, понятно. Святая жизнь. Поэтому я имею право всех учить. Я всех построю. Быстро у меня построится. У меня все построятся. Махом. Я у меня не забалуешь. Все. Ну, вот, 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 вот. Такое. И такое есть. И поэтому приезжают из монастырей, приезжают с вопросами.